В этом видео я покажу, как можно заморозить клубнику тремя способами. Первый способ – заморозка ягод целиком. Второй – слайсы клубники, пересыпанные сахаром. Такая заготовка пригодится для начинки пироги, пирожки и так далее. Ну а третий – это клубничный концентрат в виде пюре, для обладательной маленьких морозильных камер. Для начала клубнику обязательно нужно тщательно вымыть. Для этого необходимо опустить ее в глубокую посуду с водой и бережно помыть руками. Откинуть на туршлаг, чтобы стекла вода. Затем удалить хвостики. Можно сделать это классическим способом, отрывая их руками, а можно с помощью трубочки для напитков, протыкая клубнику насквозь вдоль центральной оси. Расстелить бумажные полотенца и выложить почищенную клубнику на них, оставляя пространство между ягодками, чтобы они хорошо просохли. Оставить примерно на 1 час. Переложить ягодки на доску, затянутую пищевой пленкой, тоже оставляя между ними пространство, и отправить в морозильную камеру на 2-3 часа при температуре минус 18 градусов. После морозильной камеры ягоды легко отделяются от доски, и их можно сложить в контейнер для хранения. Плотно закрыть контейнер, подписать этикетку и упаковать в пакет. Отправить клубнику в морозильную камеру на длительное хранение. Для второго способа заморозки помытую, почищенную и просушенную клубнику нужно нарезать тонкими слайсами. Поместить часть нарезанных ягод в контейнер и слегка засыпать сахаром. Далее снова выложить клубнику и посыпать сахаром. Повторить несколько раз, заполняя контейнер почти доверху. Плотно закрыть контейнер крышкой. Подписать этикетку и упаковать в пакет. Отправить заготовку в морозильную камеру на длительное хранение при температуре минус 18 градусов. Для третьего способа заморозки вымытые, почищенные и высохшие ягодки клубники нужно разрезать на 4 части. Далее сложить их в глубокую миску и засыпать сверху сахаром. На 1 кг клубники примерно полстакана сахара. В таком виде поставить клубнику в холодильник и оставить примерно на сутки. За это время клубника пустит сок, который нужно будет сцедить с помощью сита. Переложить откинутые на сито ягоды в глубокую емкость и пюрировать погружным блендером. Перелить клубничное пюре в тару. Я использовала силиконовые формочки для выпекания кексов. Отправить заготовку в морозильную камеру на 3-4 часа при температуре минус 18 градусов. Замороженное пюре легко отделяется от формочек. Сложить заготовки в виде башенки в пакет, плотно его завязав. Можно использовать несколько пакетов. Обязательно подпишите этикетку с указанием заготовки и срока хранения. Отправить клубничный концентрат в морозильную камеру на длительное хранение.